Юлия Полянская Юлия Полянская Юлия Полянская Юлия Полянская Юлия Полянская Да, это было не так далеко на карте GPS, однако, когда мы сели в машину, немножечко время растянулось. Ну, так всегда бывает. Выходной, ребята, сегодня суббота. Моя забугорская семья, например, провела время на пляже. По техническим причинам Юля приехала, так скажем, позже, и пляж мы уже в это время done, закрыли. На доске мы не поплавали, к сожалению, но в следующий раз мы не получатся. Мы каждую субботу плаваем на серфе в Лахоя Бич, Сан-Диего, ребята, так что кто живет в Сан-Диего, айда к нам, так говорят мои друзья из Большкирии, айда к нам. Юлечка, такой вопрос, расскажите, чем вы занимаетесь, где вы сейчас живете, кто вы, человек, расскажите о себе немного. Я певица из Петербурга, музыкант. В последнее время занимаюсь также программами обучения музыке и вокалу, в частности, поскольку большую часть времени я своей профессиональной деятельностью обосвятила именно вокалу. И в Лос-Анджелесе я нахожусь буквально второй месяц. Все прошлое жительство мое в Америке происходило в Майами, на совершенно другом восточном берегу. Побережье. На восточном берегу. И там была моя студия музыкальная, там проходили мои концерты. И сейчас я впервые открываю для себя Вест Кост, как говорят, Голден Кост, золотое побережье, где находится замечательный город Лос-Анджелес. И я очень рада встречать здесь все больше и больше артистичных, позитивных, френдли, дружелюбных людей. Почему это мне нравится? Потому что как-то Ист Кост мне показался более бизнес-ориентен. Они ориентированы на бизнес, на индустрии. Творческая энергетика чувствуется в Лос-Анджелесе? Абсолютно. Именно вот хочется, хочется, да? Ну, не только хочется, но и может, во многом. Step next, естественно. Да, именно это привлекает, что люди, которые здесь живут, они не только планируют, не только прожектируют, но и во многом уже осуществляют свои мечты, воплощают свои идеи в реальность. И очень хочется привыкнуть к этой вот молодой группе энтузиастов творческих. Я думаю, что в ближайшее время это будет возможно. Окей. Что конкретно вы бы хотели делать вот прямо right now, сейчас? Ну, точнее, какие ваши проекты на самое ближайшее время? Расскажите, пожалуйста. Ну, конечно, я продолжу, я думаю, что я продолжу здесь концертировать. И сейчас буквально в настоящее время, вот в эту неделю мы договариваемся уже с двумя площадками, на которой я выступлю как исполнительница романсов русских. Это было мое такое приоритетное направление в России. Именно на этом я как бы сделала, в общем, не то чтобы свою карьеру, но стала более популярна вот в музыкальных кругах. И помимо русского романса сейчас второй проект, который мы делаем, уже тоже нашли вариант, где мы будем выступать. Уже группа собирается, буквально вот репетиции начнутся. Это интернациональный проект, это больше world music проект, но опять же немного ориентирован в сторону романсового творчества, но только уже с точки зрения всемирного. Вот как в разных культурах, в разных музыкальных стилях проявляется вот эта энергия и гармония, и история романса. Да, это вот два первых направления как исполнительница. Но второе направление, которое я сейчас с большим удовольствием начну именно здесь, в Калифорнии, потому что я считаю, что здесь именно богататная почва для новаций, для каких-то сумасшедших проектов творческих. Так, так, так. Ну, то есть не традиционные такие. Мы новации любим, так, что там за новации? Не только то вот традиционное музыкальное искусство, которое нам с музыкальной школы, в общем, прививали и учили нас, а уже выходя за рамки, мне хочется заняться, открыть свою вокальную студию, которая пойдет чуть дальше, чем просто исполнительство вокальное, чем больше, чуть дальше, чем исполнительство на сцене. Как бы, с одной стороны, это выглядит немножко, ну, как бы, стать менее привлекательно, чем стать звездой. Потому что сейчас везде такие рейтинги «Начни петь, стань звездой прямо сейчас», из серии вот прямо «Шоу Everywhere». Но на самом деле есть еще другая сторона этой медали, вокальной. Оказывается, опять же, и научные уже опыты, и физические опыты, и медицина в том числе утверждают, что звук человеческий, его вибрация несет гораздо более сильную энергию, чем просто увеселение, так сказать, на вечеринках или пение караоке. И вот я сейчас развиваю вот эту замечательную тему, как я сама по себе уже практически год посвятила изучению и воплощению техник, которые позволяют человеку не так, чтобы петь для себя, там, любите ли бы петь в душу, нет, а так, чтобы исследовать свое эмоциональное, так скажем, существо через звук. Потому что, как это родилось? Вот приходят ученики зачастую на занятия ко мне по вокалу, они, конечно же, хотят достичь более высокого уровня, петь лучше, петь ярче, чтобы голос лился, чтобы фразировка была интересная, чтобы, ну, так сказать, быть именно, развить свою музыкальность. Но в то же время, на первый момент, когда человек начинает петь, я неосознанно слышу в его голосе, где у него есть вот психологические аспекты несовершенства, чего он боится, может быть, какие-то в жизни испытывает трудности, неприятности. Голос очень сильно реагирует на поведение, на эмоциональный план человека, это любой подтвердит, когда говорят, что ком в горле застрял, или хочется отвечать. Но это связано, возможно, с биологическим мозгом, потому что в процессе ваших занятий и исполнения его просто тяготит, его давит. И вот вы, вот, услышав это, что, даете какую-то рекомендацию, или в чем вот именно... Да, мой метод, да, я немножечко иду с точки зрения, не постановка голоса, вот, в классической консерваторской манере, как это вот происходило, там, начиная с 17 века, все эти школы Бельканто, и русская традиционная школа вокала, или там постановки голоса классического. А я иду с точки зрения, вот, как раз биологических аспектов, то есть эмоциональный отклик, который рождает звук, потому что звук – это эмоции, это естественно, это натурально, вплоть до животных, потому что животное, которое выражает, что я хочу есть, оно делает мяу, или там, собачка, которая приветствует своего хозяина, она тоже выражает это через звук, ну, помимо хвостика. Вот, поэтому первое – это эмоциональный отклик, и люди в основном сейчас, в силу такой цифровой засилия в нашей реальности, они очень скованы эмоционально прежде всего, они не готовы общаться, выражать себя на публику. И поэтому, когда на уроке мы пытаемся провоцировать неосознанно человека реагировать, или вспоминать, или имитировать, какие-то, так сказать, звукоподражать каким-то природным явлением, или вот, то есть, актерским каким-то, ну, то есть, через актерский тренинг, и когда человек перестает думать, хорошо или плохо я пою, он полностью сосредоточен просто на эмоциональный звуковой отклик. Таким образом, у него расслабляются мышцы, которые зажимают голос. На первом этапе, особенно, когда первые люди приходят заниматься, они думают, ой, я, наверное, плохо пою, и еще хуже пою, а потом учитель сейчас будет на меня, наверное, недоволен, ой, и вообще, зачем я сюда пришел? То есть, у него полностью скрючивается вся его, так сказать, энергия в маленькое ядро. Когда он непосредственен, он играет, он, как ребенок, перестает себя контролировать, и тут появляется звук, настоящий звук, который в нем сидит. Это так прекрасно, когда вот эти плоды прорастают, человек сам первое время даже может удивляться, что это я, ой, а может, не надо? Да, на самом деле, потом мы это сращиваем уже с музыкальностью, с фразировкой, с песней, переносим вот этот эмоциональный отклик, непосредственность звука на выступление, ну, если этот человек хочет именно достичь профессиональных успехов, и тогда уже с этим мы идем именно как в полноте, вот в полноте звука человек себя чувствует очень раскованный и как бы любит себя. Кто эти человеки? Кого вы в основном вот приглашаете к себе вот в студию, с кем вы занимаетесь? Немного вот об аудитории возрастные, кто? Ну, у меня самый младший был ученик, это где-то шестилетний ребенок, да, и вот буквально сейчас у меня, к сожалению, пришлось расстаться с моим уникально талантливым классом, я оставила класс музыкального театра, приходили ребята молодые, талантливые, подростки, дети, вот, и самой старшей была женщина где-то, ну, я не буду уточнять, для тех кому за, и ей это помогло, опять же, даже на пожилых людях, я вижу, как это им помогает оставаться в тонусе и любить жизнь, и хотеть что-то выразить. Ну, я на самом деле очень прекрасно понимаю, что вот эти занятия вокалом, это не только для того, чтобы стать звездой, это, во-первых, а, реализовать в себе какие-то, так скажем, данные, которые под сомнением, возможно, даже попробовать, потому что многие люди, например, ой, да нет, я только могу в караоке пропеться, когда под... Ребята, во-первых, вот это вот, no, just water, no more, и попробовать себя вот в таком вот, я сразу скажу, я, как только мы переезжаем в Лос-Анджелес, я обязательно приду на классы, и приду на классы для того, чтобы, во-первых, ну, я знаю свои данные, но я никогда не занимался, мне, мне, мне бы лично вот хотелось бы позаниматься этим, для того, чтобы понять, что ты можешь, вот иногда такие вот вещи люди и принимают решение, вот почему вы пришли там, например, на тот кастинг, почему вы пришли на эту съемку, вы знаете, я даже не хочу победить, человек отвечает, он хочет пройти сам процесс, и вот эта вот степень вот этого познания себя, узнать в себе возможности, вот, по-моему, это прекрасно, поэтому меня ждите, меня ждите обязательно. Хорошо. А где вы сейчас в Лос-Анджелесе с кем-то, где-то уже есть какое-то помещение? Ну, вот я сейчас договорилась, и слава богу, есть такие тоже талантливые и щедрые люди, которые предложили мне первую мою площадку, и там не только будет индивидуальная подготовка, вот эти будут проходить классы, а также групповые классы, которые я называю vibrational singing, пение вибрационной техники, именно как, условно, вокальная йога. Это для здоровья, это для того, чтобы человек, он мог, как сказать, выпить, выпить, не выпить, а выпить свою энергию. Выплесить, выпить, ага. В том числе и негативные. Есть какие-то такие, прямо конкретные упражнения, которые бы, один-два упражнения, которые мы могли бы просто показать для того, что, вот, ребята, ежедневные такие, например, движения или звуки, да, помогут в чем-то. Я, например, знаю движения дикторов, да, работа с деснами, работа с щеками, языком, то есть вот это все. Мышечные. Да, да, потому что, собственно говоря, дикционная, так скажем, практика, да, диктора, она тоже дается не сразу. И я заранее скажу, что у меня был период времени, когда я не умел говорить, помимо того, что я стеснялся, как и многие люди, бывает, что очень стесняются камеры, боятся, например, находиться в общественном месте и говорить, тем более, как мы сейчас на иностранном для них языке мы говорим. И вот такая есть какая-то практика в звуковых, вот, вокальных? Есть, и вот как раз на этой группе я буду более подробно об этом говорить. То есть это смесь различных технологий актерского мастерства, в том числе вот дикторского, йоги, каких-то упражнений шаманских, вот, выпиваний, потому что они работают как раз со звуком для того, чтобы там призывать определенного рода энергию. И все это, звук, это, как говорят, сначала было, вначале было слово. Так вот, слово – это звук. И вот эта вибрация звука, в общем, и родила всю вселенную. Теперь мы тут сидим, рассказываем, как это надо в себе проводить, вспомнить. Интересно, интересно. У меня есть, я могу потом кусочек, да, на этой сайте, у меня есть, я специально даже записала целый, целый, да, 20-минутный таксик тренинг для домашнего можно использования. Это мексиканская мука, я ее увидел, она в большой, она была в большой сомбреро и курила такую трубку, знаете, такая, на, Юля, ну что ты, на, на, и пролетела. Да, видел, да, это такие здесь мексиканские. Так что, говоря о звуке, то есть звуком, как говорится, можно даже убить, но, опять же, опознавая энергию этого звука, вот, например, мы сейчас можем перекидывать, если не испугаются люди, перекидывать энергию звука друг к другу, да? Давай. В тихом варианте, потому что я говорю, это довольно громкое упражнение. Ага, ага. То есть я, например, формирую определенные энергетические… Стоп, 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 я видел, я видел, один из каких-то, ну, очень известных актеров проводил такую практику, актерская практика, в ГИТИСе, я видел. Там есть по кругу такой, ну, мы сейчас пока между собой попробуем передавать. То есть я буду передавать, например, энергию звука на О. Я представляю это вот как такой, допустим, энергетический шарик звуковой. На О. На О. О. Принял и передал. О. 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 Я взяла и передаю. О. И передаю. О. Ага. На маленьком расстоянии это звучит, как бы, такой, medium voice, да, средний. Потом люди могут находиться на более дальнем расстоянии и проектировать свой голос, например, чуть дальше. Вау. Таким образом, эта же энергия, но она должна переноситься именно не ором, а именно пучком, который от тебя отлетает из звуки. Я теперь знаю, чем мы будем дома заниматься. На самом деле, очень хорошая игра. Я понимаю принципы ее и ее пользу. У меня дома растут малыши. Четыре-пять лет, и у меня Машенька, она поет уже. И после того, как мы снимем этот наш репортаж, я покажу, как она поет. И эта игра, кстати, пригодится для многих даже в семье. Мне папа скучно. О, на телефон, иди смотри мультики. Ребята, убедите подальше девайсы. Займитесь своим детенышем, ребенком и поиграйте О. О, или там А, П. Другое упражнение называется, опять же, непосредственность вызывающее. Вот приходят люди, одно из первых упражнений, на котором соединяется звуковая волна и воздушная волна. Это лип 3 называется, движение губами. Как выясняется, не все люди могут это делать. Рэперские упражнения. Взрослые зачастую не могут это сделать. У них полная раскоординация. То есть, что мы тогда придумываем? Я говорю, ну представьте, отстаньте от своих губ. Не думайте, как у вас это не получается. Подумайте, что вы ребенок. Вы взяли самолетик и полетели. И сели опять. Или это какой-то маленький машинка, которая едет в горку. И вниз в горке. Когда сознание переключается о том, что у меня, ой, я не могу, у меня не получается. А как же это выглядит со стороны, это ужасно смешно. Я не хочу быть смешным. То есть, это негатив. А позитив в том, что, ой, мы играем. Ну да. И непосредственность, этот голос, это как раз эмоциональная непосредственность. То, чего я добиваюсь у людей, их как бы раскрытие, их возможности, способности. Ну то есть, сейчас я привожу этот примитивный пример. То есть, есть более обширные какие-то знания. Как звук ходит, вибрирует внутри. Он может вибрировать от самой челюсти до вверх, вниз, вверх. То есть, опять же, все пытаются. А физически какие-то применяются? Есть массаж, допустим, щелк. Ну, есть какой-то энергетический массаж, например. Он проходит, да. Вот в цигуне, я занимаюсь цигуном, у нас есть определенный энергетический массаж, который, например, активирует зоны лица. Тем самым делает проще взгляд, спокойнее человека. Это тоже одно из аспектов. Но в вокальных техниках оказывается, что там немножко другая зона мозга работает. По изучению, те люди, которые изучают мозг, они определяют три зоны в мозге. Мозг – это то, что находится в головне. Не все, кстати, да. Есть люди, которые это слово давно отбросили и больше интересуются желудок и так далее и тому подобное. Нижний чатр. Да, извиняюсь, перебила. Так вот, и говоря о зонах мозга, которые отвечают за различные аспекты, активности, связанные с дыханием в том числе, одна часть отвечает за дыхание, когда мы дышим, для того, чтобы наполнять легкие кислородом и вот этот процесс. Вторая зона мозга отвечает за дыхание во время еды. Это другая зона, которая при изглатывании замыкается там какой-то аспект, и потом проталкивается еда, снова дышим. Так вот, третья зона отвечает за звук, звуковоспроизведение и речь. В момент речи человек тоже берет, как бы дышит между фразами. Таким образом, он может строить свою речь плавно или урывками. Вот откуда заикающиеся люди, почему им помогает вокал. Люди после инсульта, почему им помогает вокал. Потому что там другой задействован центр. Таким образом, вот эта вокализация, это очень мульти-фасетик. То есть, подождите, вот тут ты сейчас открываешь, извиняюсь, можно на «ты»? Да. Такую вещь, как, например, это дыхательная практика, которая может предотвратить возможное появление проблем с сердечными мышцами. Не сердечные, с брейн. В основном это брейн. Потому что инсульт, да, это использует влияние в мозг. Ой, не дай бог, не дай бог. Ну, я не про это говорю, реабилитационные все. Депрессии лечатся именно поэтому. Потому что это нейронные связи, которые в мозгу какие-то потерпели свои изменения из-за химического воздействия или еще что-то. Они именно восстанавливаются через рождение импульсов. Потому что музыка – это самый большой создатель импульсов. И хотелось бы вернуться, я немножко ушла от вибрационной возможности вибрации. Мы говорили про цигоны. И вот я перехватила идею о том, что в вокальных техниках мы тоже можем массировать, но только уже не физическим воздействием, а вибрационным воздействием. Мы можем массировать вплоть до, как бы это ни казалось чудесно, вплоть до нижних чак. Но это не происходит сразу, и человек должен быть, конечно, к этому готов. И иногда я когда вижу, допустим, группы «Вокальные йоги», преподаваемые йогисты, которые не имеют практики вокальной, они просто крутят одно и то же какую-то букло или мантру. Но я как вижу по людям, они не достигают специального резонанса в свете того, что они не поняли, как эту букву или мантру пропустить в какой отдел может быть тело или вот черепной коробки, как правильно этот звук пропустить. Так что у тебя голова начнет просто вибрировать, как в самолете. Вопрос. Доводилось ли тебе когда-либо общаться с поющими шаманами? Да, да. Мы же специально в Перу приезжали. Да, да. Я работала именно с шаманами, которые делали для меня сначала церемонию, потом мы с ними беседовали, я слушала и пыталась вас произвести. Были какие-то такие ощущения потусторонней энергетики, которые, возможно... Так вот это меня как бы вдохновляет, то, что они, как люди, в общем-то, мы так считаем, оторванные от цивилизации, они долго не задумываются, какой эффект они производят персонально на свою аудиторию. Они работают специфически с необходимостью создать или привлечь какую-то энергию или привлечь необходимые вот свои средства медицинные шаманской через звук. Вот эти все, когда они поют, вы знаете, айваскеру, который делает айваску, они сопровождают, они разговаривают с духами, они гремят такими дремушками, разговаривают таким образом с духами. Они с ними не разговаривают, они им поют. Почему? Потому что это другой канал. Вибрационный, мелодический канал, совершенно другие, он как бы, ну, любая колыбельная, любые церемонии религиозные, все основаны на музыкальной какой-то структуре, да, задействуют. Это обязательно, потому что человек входит в транс под воздействием музыкальных, гармонических каких-то или вокальных. Это медитация. То есть даже человек, который поет сам, я замечаю, он поет сам, он что делает? Сосредотачивается на своем звукоизвлечении. У него посторонний мир уходит. В момент, даже если он арию поет, неважно, или он поет рок, какую-то мелодию, песню он готовит, да, я даже не говорю сейчас про вибрационные, вот, специфические, лечебные, там, техники, а просто он поет. Это медитация. Ты закрылся, ты свой образ несешь, ты думаешь про свою мелодию, и ты в ней, как бы, находишься в этом маленьком мирке, который ты, собственно, сейчас вот сиюминутно создал. То есть это уже эффект лечебный. Тоже, как бы, да, отстранение от мира, от суеты. Прекрасно. У меня сейчас после вот этого общения создается впечатление, что твоя практика, это не только вокально, да, это какая-то реабилитационная медицинская практика, которая не просто для а-ля развлечения, а действительно с работой с психологией. Это очень здорово. И мне очень приятно, что сейчас появляется, наконец, большое внимание уделяется саунд-медицина, звуковая медицина и музык-терапия, музыкальная терапия. Слава Богу, здесь, в Америке, это довольно материальная страна, и при этом сейчас появляются вот эти курсы, которые готовят музыкальных терапевтов, клубы, где можно эту терапию проходить. И даже для детей я считаю, что это большая помощь сейчас вот этим миллениалам, которые сейчас происходят на пороге вот миллениум-перепод времен, вот эта цифровая техника, которая делает больше аутистами, нарушает их, по-американски говорят, сошалат, мешает им общаться с миром нормально, да. И вот эта вот музыка как раз сейчас спасительный круг, на котором они получают и дисциплину, потому что нужно работать над материалом, нужно себя, персути, или там, вот это пьяно даже человек играет, или какой-то инструмент, или поет. Это как бы вот ты работаешь день за днём над каким-то произведением, это дисциплина. Но и фан, это радость. Ну, конечно, это естественная радость, потому что большинство почему-то постоянно применяет искусственные активаторы радости. Шоколад, окей, алкоголь, но топ это, конечно, наркотики. То есть вот это всё искусственное, повышение искусственного ощущения радости, а тут естественная работа эмоций, и фан. Абсолютно. И не только что, как бы, говоря об этих людях, которые принимают наркотики, чтобы им стало весело. И они же зачастую, это как бы больше такое потребительское, может быть, влияние, они хотят, вот, например, лечение звуком происходит там, все легли, а человек вот над ними там поёт или играет. Я вижу мою, так сказать, миссию в том, чтобы вовлечь интерактивно людей, или группу, или одного человека, который ко мне пришёл, чтобы он прямо сам активно откликнулся и сам через себя это пропустил. Я считаю, что это гораздо больше эффект, чем просто пассивно вот, как, например, массаж можно, а можно в джинс, можно в зал сходить, или там на серфинг сходить. Твои мышцы тоже прорабатываются изнутри, но ты при этом энергию свою восходишь на уровень высокий. А массаж ты как ушёл, пришёл тусклый, так и ушёл такой же. Это всё тоже достаточно скользко, и там вот такая тема, которая, она есть некоторая польза, но она биологическая польза на совершенно определённый участок времени. Вот. Юля, интереснейший человек, мне очень эта тема нравится, тем более, что получается так, что связь прямая с энергетикой, я энергетикой занимаюсь, энергетикой своей личной с 91-го года. То есть, это период, когда я служил в советской армии, мне посвечался человек, который раскрыл некоторые, так скажем, начальные аспекты. И я с этого времени начал заниматься практиками энергетики. Потом был большой период, я очень долго употреблял, злостно употреблял алкоголь. Вот. Сейчас уже вот 5 лет я изучаю как такового человека. И вот, естественно, я не употребляю спиртное, я не курю, я не употребляю никакие-либо химические вещества. Изучая связь души и биологического тела нашего, я вот прихожу к определенным своим пониманиям, что мы есть. Вот можешь ли ты краткими фразами сказать, что ты понимаешь под человеком, что для тебя человек? Хорошо. Я даже знаю ответ на этот вопрос. Опять же, через призму артистизма, я и хочу его как бы сопоставить человек, любой, но через призму моего опыта артистического. Было время, когда на сцену, на оперную сцену выходило много довольно несимпатичных, довольно таких крупных певцов. И у них был замечательный, красивый звук. Но внешне они были, так сказать, не фотомодели, не фотомодели. Сейчас уже бизнес пошел в другую сторону, сейчас выбирают только фотомодели, но плюс еще хорошо поют. Тогда ценился голос, ценился тембр, ценилась музыкальность. И когда поют, например, такие певцы, как Мацарет Кабалье, которая совершенно не выглядит, как фотомодель, опять же, она не стройна, она не какая-то beautiful girl, она поет, и ты перестаешь ее видеть, ты как бы в момент ее пения отстраняешься и видишь юную девушку, Джульетту, или юную девушку из какой-то сказки, потому что своим звуком, свою персональность, персоналити, которая изнутри идет аура определенная, она делает такую надстройку над своей физической, биологической сущностью. Ты хочешь сказать, что поет, собственно говоря, ее энергетика душа. И вот это в любом человеке в своей жизни вы встречали, что, например, есть обратный эффект, девушка пришла красивой, познакомились, прям модель, всю жизнь мечтала, познакомилась в интернете, там была только фотография, ты не слышал, как она говорит, как она себя ведет. И ты ее увидел, и с первой секунды ты понимаешь, что это вообще не то, потому что у нее за фотографией ничего нет, и вот нету этой надстройки, нету этой эмоциональной составляющей, мудрости какой-то, я не знаю, глубины, образованности, я не знаю, но маленькие вот эти составляющие, первое, это эмоциональность, я считаю, если человек открыт, он приятен, ты сразу влюбляешься в себя, потому что это неуловимая, вот эта харизма, которая скрыта, я считаю, только в расслабленной вот этой энергетике, и вот этот поток, позитивный поток, который дает только творчество, в основном, поэтому так, как все влюбляются в артистов, художников, потому что у них огромный внутренний мир, то есть, из-за биологического, из-за сущности тела, есть огромная, огромная книга, которую можно читать бесконечной и радоваться, вот это вот то, что я люблю в человеке. Замечательно. У меня очень схожи прямое представление. Юля, огромное-огромное спасибо. Это мы сейчас производим такой некий шаманский обмен энергетикой, потому что любое прикосновение человека к человеку есть прямой контакт энергии, поэтому обращайте особое внимание на ваш круг общения. Зачастую мы подаем руку тому, кому не стоит даже близко подходить, задумываться. Сегодня у нас в гостях была Юля. Благодарю, Юлечка, за это прекрасное интервью. надеюсь, напишем все комментарии, вопросы, связанные... Пишите на мой веб-сайт. Да, я ниже укажу веб-сайт, укажу контакты. Я вот как только приезжаю в Лос-Анджелес, мы к вам. Отлично. Спасибо большое. Счастливо. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин